добрый день дорогие мои друзья наши уроки в школе кройки и шитья имени моего имени продолжаются и мы продолжаем разбирать интересные фасоны интересные модели не устану вас еще разочек убеждать в том насколько важен все-таки точный крой чтобы мы сохраняли все выточки не торопились от них избавляться потому что много сейчас есть мастеров которые предлагают избавиться от лишних казалось бы выточек но вы должны четко понимать что если вы будете следовать их советам вы получите заломы если для вас это не важно то пожалуйста следуйте этим заветам но если для вас важно точность кроя аккуратная посадка изделий на фигурке то не пренебрегайте и так сегодня у нас с вами задача смоделировать вот такой вот интересный фасон убираем лишний из кадра да я нашла его на просторах пинтереста естественно вот такая вот у вас картиночка у нас картиночка сегодня посмотрите какое платьице если на него внимательно посмотреть мы заметим что верх аккуратный весь по фигурке достаточно классический стационарный я разглядела здесь отрезную линию талии и вы внимательно будете разглядывать любую картинку который вам понравится да и интересность этого платья заключается в том что у него вот такая вот необычная юбочка она у нас двухслойная то есть как бы верхняя декоративная деталь она заходит на нижнюю будем называть вот эту деталь так как мы ее видим она у нас будет левая несмотря на то что на фигурке она у нас правая вот эта вот деталь у нас будет левая потому что мы видим с вами ее слева обратите внимание вот здесь линия талия отрезная вот здесь я вижу выточки правда не вижу куда они у нас тут проходят дальше но это уже не важно потому что нам надо обеспечить вот такую красивую линию проймы четкую плечевую линию и вот здесь обратите внимание нет никаких заломчиков и это говорит о точности кроя и о прибавках помогает нам выбрать прибавки но к ним чуть позже вернемся то есть мы видим вот такое вот достаточно маленькое платье и еще я сейчас уберу вот эту картинку и будем работать с техническим эскизом потому что нам нужно с вами обязательно перевести этот художественный эскиз эту фотографию в технический эскиз то есть плоскостное изображение черно-белое того что мы хотим сшить с вами обратите внимание на низ юбочки во первых форма нашего изделия очень сильно зауженная к низу это раз во вторых нам видны коленочки значит юбка это длиной примерно до колен это 60 62 65 сантиметров зависимости от того какой у вас рост и давайте посмотрим на то чего здесь не видно но нам это важно нам важно определить вот это будет правая часть не декоративная нашей юбочки куда идет ее продолжение посмотрите смотрите вот на эту линию дальше глазки куда идут вот туда 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 и определяет примерно то место вот эта линия да она определяет вот это место куда правая часть юбочки должна вшиваться в боковой шов спинки, вот в этот боковой шов. То есть сюда будет вшиваться вот эта вот правая часть юбочки. И чем выше вот эту линию вы поднимете, то есть вы можете поднять ее вот сюда, правильно? Тем больше откроется у вас коленочка, когда вы захотите шагнуть. Поэтому мое предложение, если вы не хотите, чтобы распахивалась вот эта юбка вся, когда вы сядете, когда вы будете ходить, то я бы вот эту линию, несмотря на то, что она показывает нам, что хочет быть прямой, я бы ее сделала вот так, вот так, вот так и завела бы ниже уровня бедер. Смотрите, очень хорошо читается линия талии, линия бедер и вот где-то здесь ниже уровня бедер, то есть по пропорциям, опять же определяем, что такое пропорция, это отношение отрезков, да, талия, низ юбки и я бы до серединки, если юбочка 60, значит от талии вниз 30 сантиметров, бедра прошли и вот сюда я бы уже увела правую сторону нашей юбочки, когда мы до нее доберемся, мне это будет важно. И вот так вот отмечая вот это все здесь, вы рисуете технический эскиз. Итак, рисуем технический эскиз. Я вам его уже изобразила, вот здесь и подготовила. Значит, вот то, о чем я говорила, линия талии, линия низа и продолжение вот этого шва, оно доходит примерно до, ну, я его отпускаю до середины нашей юбочки. Если юбочка 60, значит я бы увела его вот таким каким-то образом. И таким образом мне стало понятно, как выглядит и левая часть нашей фантазийной вот такой вот интересной юбки. Но прежде чем добраться до моделирования вот этой юбочки, мы с вами все-таки быстренько и коротко разберемся со всеми остальными вещами. А что они из себя представляют? Ну, прежде всего, четкое нанесение, графическое изображение вот этого художественного эскиза, перевод его в эскиз технический. Для подготовки, опять же, технического задания. Не устаю вам напоминать обязательно. Всегда начинайте с технического задания. Когда задаете мне вопросы, тоже, пожалуйста, посылайте свое техническое задание. Из него я вижу, что вы хотите сделать, какие у вас мерки, какие исходные данные у вас есть конкретно. И какие же прибавочки вы выбираете. Ну и, конечно, описание ткани желательно тоже. Вот. Итак, наши исходные данные. Посмотрите. Судя по фотографии, верх у нас очень маленький и аккуратненький. Значит, нагрудную выточку, которая у нас есть в базовой конструкции сверху, я вам рекомендую при отрезной линии талии, а там она видна конкретно, переводить всегда вниз. Я уже неоднократно вам рассказывала, где любит жить. Нагрудная выточка, вы можете посмотреть это видео на ютубе, да? Посмотрите еще раз, если вам это интересно. Что самое удобное положение в отрезной линии талии, нагрудной выточки внизу. Тогда нет никаких проблем, тогда всегда ложится все с первой попытки, и ни одного заломчика вы не обнаружите. Ну а талиевая выточка, которая есть всегда на нашем базовой конструкции, она пусть останется на своем месте. Таким образом, нагрудная выточка переводится вот сюда, талиевая переводится сюда, и мы сейчас с вами это проделаем. Обязательно надо... Я зарисовала вот эту картинку. Это... Если вверх у нас будет крой симметричный, потому что разделив пополам, левая половиночка одинаковая с правой, то низ передней половинки нашего изделия будет асимметричным. То есть он будет состоять, потому что он не одинаковый. Левая сторона у нас не одинаковая с правой. И этим-то этот момент нам интересен, и к этому мы стремимся, чтобы его быстрее разобрать. Что дальше? Дальше нам надо... Вот так мы срисовали с вами вот это наше изделие и представили его в плоском таком виде. Теперь мы обязательно должны построить с вами спинку. Что мы можем предположить? Спинку нам не показывают, но мы должны сами ее предположить. Так как, посмотрите, какое маленькое у нас платьице. Все по фигурке. В боковых швах вшивается какая-то еще дополнительная деталь. Вот эта верхняя, отлетная деталь, да? Тут будет толщина, будет неудобно. Значит, замочек в маленькое платье, который нам необходим, придется отсюда убирать. Технологически лучше его убрать отсюда. Для этого обязательно вводим средний шов спинки. И замочек мы располагаем посерединке среднего шва спинки. Вот я его и нарисовала. Значит, чтобы не возвращаться к замочку, напоминаю еще раз. 15 сантиметров, где он должен жить, это от талии. От талии вниз обязательно. И минимальное значение 20 сантиметров от талии вверх. Но в нашем случае, так как у нас нет большого выреза горловинки, большого нет выреза, нам замочек нужен до конца, чтобы прошла голова. И поэтому мы его начинаем сразу от горловинки. Что еще? Если вы видите, что у вас впереди изделие отрезное по линии талии, значит, сзади вам тоже нужно рисовать отрезное по линии талии, чтобы они дружили, чтобы они походили друг на друга. Дальше. Чтобы не возвращаться к спинке, она очень простая. Что еще здесь? Никаких разрезов. И шлиц я по спинке делать не буду, потому что очень большое движение для ноги у нас дает вот этот вот распах, вот этот вот запах. Здесь будет слабое звено. И движение не будет у нас сдерживаться, потому что при движении вот эта деталь отлетная, она будет отходить, поэтому никакие шлицы сзади. Здесь особо не нужны ни шлицы, ни разрезы. Вот я их и не рисую. Но по вашему желанию вы можете, конечно, это сделать. Вот, собственно говоря, и все. Вы записываете сюда свои примерочки. И нам нужно выбрать прибавочки. Значит, как вы уже неоднократно услышали от меня, что мы видим? Мы видим очень маленькое платье. Мы видим платье практически по фигурке. Значит, и прибавки нам надо выбирать самые маленькие. Из какой ткани мы подобного рода платье будем шить? Это можно шить и из обычной ткани, так как замочек во всю спинку, вы в него войдете. Это можно шить из ткани немножко стрейч. Можно, конечно, шить и для полненькой фигурки, и для, скажем, джерси, какого-то трикотажного, да? Варианта такого плотненького, достаточно формоустойчивого джерси тоже получится хорошо. И поэтому прибавочки выбираем маленькие. Итак, прибавка по груди 3 сантиметра я бы оставила. Прибавка по талии 1 сантиметр или 0. 0 даже 1 сантиметр. Это у кого какой вкус и кто как любит. Я своим девочкам, подружке, своей Оле и Аленке, дочке, я всегда шила с нулевой прибавкой, потому что они так любили. Ну, вы можете 1 сантиметр брать, чтобы не было в обтяжку. Прибавка по бедрам. 0 сантиметра. Мы снимаем, ну, тире 1. Опять добавим, да? Это на любителя. Мы снимаем мерочки достаточно плотно, вернее, достаточно объективно по бедрам. Я не затягиваю вас сантиметровой ленточкой, и к тому же меряю я всегда еще на какую-то одежду, юбочку, брючки там какие-то, да? И поэтому всегда ваши бедра будут немножко больше, чем реальные. Уже при снятии мерок. Поэтому спокойно здесь пишу 0. Будет компенсация. И рукавчик здесь показан не широкий, достаточно узкий, поэтому прибавка к охвату плеча, это я люблю 4 сантиметра. Можете брать 3 сантиметра, если ткань у вас хоть немножечко тянется. Вот так мы с вами составили, запомнили до конца наше техническое задание, прежде чем приступить непосредственно к моделированию, к построению, к работе, к конструированию, да? Итак, конструирование я упущу. Да, пару слов еще о том, кому подойдет этот фасон. Конечно, этот фасон подойдет хорошей стройной фигурке. Подойдет ли он большому какому-то размеру? Может подойти большому размеру, но в том случае, если у вас нет большого животика, потому что все, что есть вот здесь, вот эти вот драпировки в области живота, да, они этот животик могут сбоку увеличить. Спереди это будет не видно, потому что нулевые прибавки, и вот это все будет растянуто, и это все будет закреплено в ноль, то есть это будет достаточно плоско выглядеть, да, вот эта часть, она будет плоской, прибавки нулевые, возможно даже минусовые, и вы вот это все затянете, да. Но, если вы хотите, чтобы и сбоку вас не увеличивало, то лучше, как говорится, не рисковать, если есть все-таки животик в наличии, я бы такой фасон предлагать не стала. Все-таки есть полненькие фигурки у нас, достаточно пропорционально хорошо выстроены, высокие, но животика они не имеют, поэтому им тоже эта модель подойдет. Ну а теперь мы приступаем непосредственно к нашей работе. Итак, смотрите, что мы всегда имеем в наличии. В наличии мы имеем, отложим вот это в сторонку, куда, вот сюда можем положить, да, мы имеем вот такую полочку, вы ее построите по своим размерам, длинненькую, конечно, и вы построите вот такую спинку, по своим размерам, тоже, конечно же, длинненькую, да, и вы построите вот такой рукавчик, и вы построите вот такой рукавчик. С рукавом я работать сегодня не буду, вы можете сделать его каким угодно. Вот внешний вид показан, выточку локтевую обычно перевожу в посадку и эта история нам сегодня неинтересна. Мы ее уберем, не будем на нее даже время тратить. Нам интересно вот это. Начнем с самого простого. Итак, спинка. Давайте полочку пока отложим, поработаем вот с этой спинкой. Что мы видим на нашей базовой конструкции спинки и что нам нужно сделать сейчас? Я спинку вам перевела на вот такую вот бумажечку. Во-первых, отрезная талия, поэтому я, конечно, по талии все вот это вот отрезала. Спиночка выглядит у нас вот таким образом. Это у нас традиционная выточка, когда по спинке идет нет среднего шва. В нашем случае есть средний шов. Во-первых, если в нашем случае есть средний шов, тогда мы обязательно выполняем небольшое приталивание. Приталивание. И насколько это приталивание? Это полтора сантиметра. Вот здесь у нас полтора сантиметра. То есть вы снимаете полтора сантиметра, на уровень лопаток, линию свою продолжаете, середины спинки, и вот таким образом вы корректируете свою спинку. Ну, конечно, то же самое нужно выполнять и с юбочкой. Юбочку разбирать не буду, там все понятно и просто. Теперь эту выточку мы обязательно сдвигаем немножко влево. Почему? Потому что тогда, вот вы видите, да, тогда вот это расстояние увеличивается, вот это расстояние увеличивается, а боковая, вот этот вот акцент, он сдвигается ближе к боковому шву. И ваша фигурка становится стройнее. Вы делаетесь уже в пропорциональном размерах. Видите как? Это оптические иллюзии. Они срабатывают, да? Я не устаю вам это повторять, потому что на самом деле это очень важно. И, конечно, мы уменьшаем нашу заднюю выточку, насколько на полтора сантиметра она будет меньше. Если была она у вас, скажем, я на глаз это делаю сейчас, если она у вас была, скажем, 4 сантиметра, вот эта выточка, да, то полтора сюда забрали, два с половинкой вот здесь у вас осталось. Все. И ваша выкройка готова. Ну, что еще с этой выточкой говорить? Как я уже говорила, пренебрегать я ей не люблю, потому что точность кроя, это очень важно. Можете перевести ее в горловинку, но рекомендую ее всегда оставить, потому что выпуклость лопаток есть. Если ее игнорировать, вот здесь родятся заломы. Даже если вы очень худенький человек, лучше этого не делать. Все. Со спинкой мы разобрались. Она у нас готова. Откладываем ее в сторонку. Работаем дальше с полочкой. Вот такая у нас полочка. Что мы видим на полочке? На полочке мы видим с вами, что нагрудная выточка, которая в базовой конструкции у нас находится вот здесь, она переведена в линию талии. Поэтому спокойно из точки С вниз проводите либо перпендикуляр, либо чуть-чуть вот так поворачиваете линеечку и делаете такой вот небольшой наклон. Ну, сделала я вот такой небольшой наклон. И разрезаем, естественно, по этой, по выбранной нами линии вот эту нижнюю часть, чтобы получить вот этот вот отрезочек. Закрываем после этого нашу выточку. Закрыли. И сложили вот так вот в сторону. Все. Так. Вот появилась у нас, вот в этой части появилась. И талиевую выточку можно немножечко тоже сдвинуть вот сюда, ближе к нагрудной выточке, и уже в этом месте ее оформить. Если ваша грудка довольно-таки большая, или у вас фигурка перегибистая, да, вы спокойно можете, у вас очень большая получится вот эта выточка внизу. Тогда вы можете их отбалансировать. Эту выточку сделать на сантиметра полтора поменьше, а эту выточку сделать на сантиметра полтора побольше, чтобы вес большой выточки как бы немножко перераспределился на соседнюю, и тоже очень хорошо все у вас ляжет и получится, и никаких проблем у вас с этим не возникнет. Вот это у нас будет полочка. Еще раз, что у нас получилось? У нас получилось, что выглядит наша выкройка. Давайте уже тогда закончим все. Вот так выглядит полочка. Спинка вернее. И вот так выглядит, что по времени, по времени 18 минут. Ну вот, опять мы вынуждены с вами прерваться. Вот так вот будет выглядеть у нас полочка и спинка, ну и, соответственно, рука. Так, так как время наше сегодня подошло к финалу, да, вот что у нас сегодня результат работы какой получился. Сюда, наверное, я положу, да, чтобы было видно. Вот такой результат работы у нас получился с вами. То мы на сегодня прерываемся и, как всегда, продолжение следует. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всегда ваша Галина Коломейко.